Интерактивный час на главном городском радио. Горячая линия. Горячая линия. Говорит город. В 18 часов 10 минут в Нижнем Новгороде вы слушаете ННРадио. Всем доброго вечера, кто настроен на нашу волну. У микрофонов Оксант Каченко, Илья Никитин. Здравствуйте. И сегодня, как было обещано неоднократно в нашем эфире, у нас гость, с которым будем ближайший час разговаривать. Оксант, представляй нашу сегодняшнюю. Мы рады приветствовать у нас в Доме радио заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрия Сватковского, Дмитрий Валерьевич. Вечер добрый. Вечер добрый всем слушателям НРадио. ННРадио, да, готовы встречать гостей здесь постоянно. Как ваш сегодняшний рабочий день? Вы сказали, что только-только с совещанием. Много наверняка очередных организационных вопросов для Нижегородского региона решалось. Очень активно, действительно, потому что в Москве прошел во вторник штаб по подготовке Чемпионата мира по футболу. Под председательством Мутко Витальевич, кстати, сегодня озвучивалось неоднократно, что открылся сайт Чемпионата мира. Сегодня и буквально 24-25 числа будет жеребевка в Санкт-Петербурге, где будет уже и расписание по Чемпионату мира по футболу. И вам могу сказать, что очень много вопросов решалось. Здесь, конечно, сегодня было очень много поручений. Очень в кратчайшие сроки надо было, естественно, их исполнять. Я могу сказать, что резюме этого штаба, который проводил с Витальем Леонидовичем, единственным регионом, который представил полностью первый пакет документов для ФИФА по операционному плану, это был Нижний Новгород. Поэтому Нижегородская область поблагодарила Виталья Леонидовича всех, оргкомитета, губернатору. Я, Валерий Павлович, передал благодарность Виталье Леонидовичу. Поэтому я вам могу сказать, у нас сегодня оргкомитет, наверное, один из самых профессиональных. Я просто смотрю по другим регионам. Конечно, есть Татарстан, конечно, есть Москва, Сочи, где уже есть мероприятие, Санкт-Петербург. Но из тех регионов, где строится стадион и новая инфраструктура, у нас сейчас шесть объектов. Я вам могу сказать, мы очень хорошо смотрим сегодня. Действительно, это даже по прессе видно, по иностранной. Дмитрий Валерьевич, разное есть мнение. Кто-то говорит, сложная сейчас финансовая обстановка, кто-то кивает в сторону Америки и Запада. Будет, не будет чемпионат мира по футболу в 2018 году у нас в стране. Но мне кажется, тут уже все сомнения излишни, все решено. Будет. Успеем? Успеем. Нет никаких проблем. Есть рабочие моменты, их действительно будет много. Но мы считаем, что как раз способность оргкомитета и людей решать быстро, оперативно возникшие вопросы, проблемы или ситуации, как раз и отражает профессионализм тех людей, которые за это отвечают. Я все-таки склонен к этой позиции, потому что объектов много. Действительно, город и область надо очень серьезно поработать. Мы два года занимались планированием чемпионата мира. Сейчас перешли, как вы видите, даже много объектов. Метро, стадион, аэропорт. Дорогу начинаем проспект Молодежный расширять от аэропорта и входить будет в уличную сеть возле ДК ГАЗ. И я вам могу сказать, много таких элементов, объектов, и, конечно, титанически была проделана работа, именно планирование. Сегодня мы переходим уже к стройке и к созданию. Люди будут это видеть и каждый месяц будут это отмечать. Строится гостиница, да, огромное количество объектов. Поэтому не вижу никаких проблем. А с точки зрения профинансирования, могу вам сказать так, ни одна строчка в федеральном бюджете и в региональном бюджете не подверглась секвестированию, то есть сокращению тех объектов, которые стояли до чемпионата мира. Ни один объект не был уменьшен. Многие нижегородцы с этого начинают, когда речь идет о чемпионате мира 2018 года. А дороги-то будут к 2018 году, чтобы могли передвигаться. Это одна из основных программ, она начнется с 2016 года, мощно будет устроена, потому что уличную сеть, конечно, надо будет развивать. Это касается и Канавинского района, в непосредственной близости Савнакомовская, Бетанкура, все, что будет по Мещере близко подходить, все, что будет по улице Марата, Дублеры, проспекта Ленина. Конечно, огромное количество объектов, которые будут вводиться. Это же не только дороги, будут еще пешеходные узлы, парковки, перехватывающие парковки. Огромные инфраструктуры, общественный транспорт, выделенные линии для общественного транспорта, выделенные линии для оргкомитета. Очень много предстоит сделать. Я могу сказать, принципиально город будет видоизменяться. Сможем ли мы, Нижний Новгород, а в 2018 году принятие всех болельщиков, всех туристов, которые приедут поддержать ту или иную команду? Хватит ли мест? Да, потому что эти разные варианты рассматриваются. Извините, перебью просто даже вплоть до размещения на теплоходах. Было новое здание на федеральных лентах, как сейчас. Вы знаете, я бы разделил этот вопрос на две составляющие. Есть ФИФА, семья, так называемые, это организаторы, это то, кто приедут партнеры ФИФА, непосредственно, это спонсоры, это люди, которые работают в оргкомитете, это вообще, скажем так, партнеры ФИФА. Это градация около 8 тысяч человек. Мы должны будем обеспечить этих людей непосредственно гостиничными местами. Здесь у нас нет никаких проблем. Мы должны все это создать, практически все в центре города. Для этого у нас нет сейчас сомнений. Мы все 14 гостиниц, которые у нас заявлены, новые для строительства, они уже строятся и даже первые начнут сейчас открываться в 4 квартале 2015 года. Что касается более массового приезда, значит, там будет аудитория делиться на следующую конструкцию. Это те, которые приедут на один день, то есть на матч. Это, как правило, такие эконом-класс болельщики, я бы так сказал, они пролетают чартером, выгружаются, садятся в автобусы, приезжают на стадион, на фан-зону, проводят свободное время, идут, болеют за свою команду, смотрят матч и через 3 часа улетают уже в спешном порядке назад к себе домой. Вот это одна категория. Есть еще третья категория, которая фундаментально приезжает на 2-3 недели в Россию или путешествовать. Посмотреть. Это уже другая категория, так, третья категория граждан, людей, которых, туристов даже, можно сказать, это в первую очередь иностранцы будут. И наши, россияне, потому что вот даже Сочи показал, какой огромный интерес Сочи вызвало. Посмотрите, там, сколько россиян приехало и увидело, как изменилось Сочи, и уехало совершенно с другим ощущением своей страны. Это было видно, поверьте мне, и по глазам, и по лицам всех, кого я встречал. Поэтому это то же самое произойдет и сейчас, потому что, я могу сказать, приезжали иностранные журналисты в прошлую пятницу, пресс-тур, так называемый, был открытый в FIFA. Губернатор общался на брифинге, вы знаете, и поставил как раз задачу, чтобы у нас как раз было около 3 миллионов туристов. Сейчас у нас миллион, где-то миллион 200-300, а так вообще до 3 миллионов должны инфраструктуру создать. Вот наша задачка такая, чтобы у нас были вот такие цифры примерно по году. И я вам могу сказать, промониторил потом выход иностранной прессы из 30 статей, которые вышли про чемпионат мира, 15 были о Нижнем Новгороде. Это я говорю про France Press, это я говорю Associated Press, Reuters и так далее. То есть, скажем так, не только это нижегородские или наши российские. Я говорю про иностранную чистую прессу. То есть, говорит о том, что интерес неподдельный. И когда они приехали, вот особенно англичане, американцы, они, конечно, были скептически настроены к нам. Когда они увидели ребят, когда увидели губернатора, когда поняли, что многие общаются на английском языке, на французском, на немецком, знают, практически готовы ответить на любой вопрос. Они уезжали, говорили, ребят, вы изменили наше сознание. Мы по-другому теперь взглянули на Россию. Поверьте мне, и так будет происходить с каждым днем все ближе и ближе к чемпионату мира. Ну и на самом чемпионате мира, наверное, будет апофеоз, потому что смотреть будут 2 миллиарда человек. Ну, поверьте мне, это действительно очень серьезная аудитория. Хорошие новости и новости последнего часа городского масштаба. Действующий глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов сегодня заявил, что он не пойдет на выборы в Городскую Думу, соответственно, не будет больше избираться. И заявил, что поддерживает вашу кандидатуру Дмитрия Валерьевича на выборах. Вы будете баллотироваться в Городскую Думу? Это, наверное, вопрос уже решенный. Да, вы знаете, я прошел праймерис от «Единой России», шел по муниципальному списку, смотрел. Этот праймерис проходил на Автозаводском Ленинском районе, третья территориальная группа. Конференция «Единой России», которая прошла буквально 2 недели назад, утвердила мою кандидатуру, возглавив муниципальный список от «Единой России» на выборы. Много достойных людей. Также со мной идут мои соратники. Это Дмитрий Гернович Краснов, это Василий Шупранов. Это люди, которые представляют малый бизнес, промышленников, людей, которые, в принципе, сделали себя сами своим трудом. И, конечно, я вам могу сказать, в этот раз будет очень мощное представительство «Единой России» в части, я говорю, выборной кампании. Я считаю, что очень качественно подошла в этот раз партия для того, чтобы представлять и показать нижегородцам своих новые лица, в том числе и ваш покорный слуга. И действительно для нас это вызов, потому что город, Нижегородская область, стоит сегодня на пороге и проведения чемпионата мира, о чем мы говорили, и празднование 150-летия Максима Горького, который подписал указ президент нашей страны, Владимир Владимирович Путин. И, конечно, это 800-летие образования Нижнего Новгорода в 2021 году, это серьезнейшие мероприятия. И, конечно, городской думе надо совместно с правительством Межгородской области очень серьезно готовиться к этим мероприятиям. Это не только на всю страну, как вы понимаете, это захватывает и мировое сообщество, а это, мы считаем, позиционирование города на таком высоком уровне, это задачка непростая, и нужно ее делать сообща. До выборов, прошу прощения, перебью тебя, до выборов остается меньше двух месяцев. Все-таки, наверное, какие-то планы уже есть. Планируете быть мэром? Вы знаете, первое, сначала надо стать депутатом. Второе, естественно, чтобы были единомышленники, потому что у нас, как вы знаете, идет и список Единой России, а также идут одномандатники. Конечно бы, наша задача стоит, чтобы победу одержала Единой Россия, и, естественно, большинство было бы представителей Единой России. И если будет, так как мы задумали, будет мощное представительство Единой России в городской думе, да, я буду баллотироваться на главу города. Хорошо, давайте пофантазировать. Или претендовать, это как уже мои соратники сочтут, потому что, да, все-таки я вышел из спорта, и могу вам сказать, все-таки превыше не планы, а превыше результат. Вот я считаю, что если будет хороший результат у Единой России, а мы на это надеемся, и все для этого делаем, и работаем на этот результат. Поэтому, естественно, если будет результат, почему бы нет? Давайте пофантазируем. Если вы становитесь главой города, какие будут первые шаги? Первое, это стратегия развития города на ближайшие 10 лет. Второе, это, конечно, создание команды в администрации города. И третье, конечно, это создание совершенно принципиально современной среды обитания, которая сегодня бы отвечала запросам жителей города Нижнего Новгорода. Вот сейчас состояние у Нижнего Новгорода, какую бы оценку вы поставили? Я бы поставил хорошую четверку. По пятибалльной шкале. По пятибалльной шкале, да. Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Спадковский в горячей линии на ННРадио. Если вдруг у вас есть, друзья, какие-то вопросы, вы тоже можете их адресовать в группе ННРадио ВКонтакте или на СМС-портале 8938-090995. Ну и вдруг есть какой-то серьезный глобальный вопрос, можно и позвонить сюда. Ну почему бы и нет? 42-30-99 и 5, кнопка 5. Сейчас прервемся. На очереди информация с дороги города. Горячая линия на ННРадио. Интерактивный час на Главном городском радио. Горячая линия. Горячая линия на ННРадио. Интерактивный час на Главном городском радио. Горячая линия. Габарит город. Восемнадцать часов двадцать шесть минут в Нижнем Новгороде. Вы слушаете ННРадио. Программа «Горячая линия» сегодня проходит с заместителем губернатора Нижегородской области Дмитрием Сватковским. Наши координаты. СМС-портал 893080909995. Группа ННРадио ВКонтакте и телефон прямого эфира. Но почему бы и нет? 4230995, кнопка 5. Дмитрий Валерьевич, мы с вами можем, наверное, обсуждать разные абсолютно темы, касающиеся нашего региона, но предлагаю хотя бы блицом пробежать по вопросам слушателей, потому что их волнует вот то, что происходит в их мире. Дмитрий спрашивает, почему так медленно и плохо областным правительством реализуются указы президента о предоставлении земельных участков многодетным семьям? К примеру, наша семья встала в очередь в 2013-м, на Бару, сейчас в очереди 180-й, видимо, а участников на 2015-й год выделено всего 27. И такая картина почти во всех районах, прилегающих к Нижнему Новгороду, Кстовскому, Богородскому. Кто вообще за это отвечает? Что происходит? За это отвечает Министерство государственного имущества и муниципальные власти непосредственно на Бару. Они формируют реестр списочников многодетных семей. Я вам могу сказать, что в данной ситуации я бы не торопился бы с оценкой деятельности именно муниципального и, например, города Бор, городского округа Бор. По одной простой причине. Я просто знаю, что сейчас, чтобы предоставить земельный участок, он должен предоставить инфраструктуры. Поэтому сейчас подводится инфраструктура к земельным участкам, которые будут распределяться в ближайшее время. Я просто знаю эту программу, поэтому я бы сейчас не торопился с точки зрения оценки, что ничего не делается. Делается. Просто сегодня по законодательству мы должны предоставлять земельные участки уже с необходимой инфраструктурой. Газ, электричество и так далее, и так далее, ливневка, дороги. Поэтому эта работа ведется. И Кстово, я знаю, мощный массив земельный, под это выделено и Министерством госумущества нашим областным, и муниципалитет этот занимается. Я знаю, что на Бару очень активно это ведется. Давайте дождемся все-таки августа, сентября, когда уже будут подведена инфраструктура, запущена в эксплуатацию, тогда будет уже мощное выделение. То есть это в ближайшее время? Конечно, это есть программа, конкретно есть индикаторы, конкретное количество людей. Поэтому я здесь просил бы потерпеть. Все решаемо. Следующий вопрос Александр спрашивает. Можно узнать, почему прекратилось строительство ФОКа в Сормовском районе на проспекте кораблестроителей? Я понимаю, что это масштаб города, но все-таки вы, как человек не чуждый спорту, быть может, сможете ответить. Ну, я знаю, что строительство велось достаточно активно, потом притормозилось. Есть некое расхождение в позиции с застройщиком, но губернатор Варий Павлович дал четкое поручение. Жестко контролировать эту ситуацию. ФОК должен быть запущен в этом году. Поэтому, может быть, там сегодня ничего не ведется, но ФОК будет запущен в этом году. Поэтому я понимаю, что люди ходят мимо и не видят никого, но, поверьте мне, идут просто организационные вопросы. Вполне допускаю, что подводится инфраструктура уже к этому ФОК. Я его знаю, это, по-моему, улица Ярошенко. Я этот ФОК видел, ездил на него, если я не ошибаюсь. Нет, вот вы говорите про ФОК, который Московский район Ярошенко, а здесь о кораблестроителей, Сурманский. Вот там, по-моему, отложили на будущий год открытие этого ФОКа. Да, это переход, да. Значит, если конкретно по адресу, как вы сказали, да, это уже, значит, будет на следующий год. Я бы хотел отличиться от вопросов слушателей, потому что много бывает звонков, даже сюда, нам в эфирное радио, люди жалуются на работу жилищно-коммунального хозяйства. Вы накануне праймерис активно встречались с нижегородцами, и у вас есть тоже, наверное, личная точка зрения на то, вообще, как коммунальное хозяйство у нас организовано в Нижегородской области, и в какой, может быть, части требуется больше внимания вот в этом комплексе? Ну, во-первых, надо просто в ЖКХ, особенно с Дуков и с, думаю, управляющими компаниями очень конкретно и строго спрашивать. Сегодня большое количество компаний прошло лицензирование, и сегодня законодатель дал право региону проводить данное лицензирование. Если будут, значит, жалобы и не исправлять предписания, которые сегодня жители могут направлять непосредственно в муниципалитет, то, в принципе, сегодня региональный оператор просто выведет из реестра этот жилой дом, где ничего не делается. Это раз. Второе правое – это муниципалитетам дали возможность тоже решать вопрос, если видят, что домоуправляющие компании ведут себя, скажем так, некорректно по отношению к жильцам. То же самое произойдет, просто из реестра будет убираться это домоуправляющие компании, этот дом. Я считаю, мое личное мнение, сегодня надо строже спрашивать сдуков, заставлять их работать и четко отчитываться за те процессы, которые они ведут. Сегодня есть региональный оператор ЖКХ, где собираются деньги на капитальный ремонт. Вы знаете, с июля у нас началось действие, где строчка уже отдельная пойдет уже, скажем так, стоимость. И многие ТСЖ и многие выбрали уже регионального оператора, где будет накапливаться для капитального ремонта домов, средства. И они будут запускаться там до 2030 года. И я вам могу сказать, что там износ будет смотреться на основании жилинспекции и так далее, и так далее. Вот я считаю, что надо просто жестче, публично, я имею в виду публично, с точки зрения открыто контролировать этот вопрос. Если он будет освещаться через интернет, вот, например, мне очень понравилась идея, чтобы у каждого члена ТСЖ, например, был личный кабинет, где, в принципе, приходили бы данные, как используются те или иные средства. Да, средства, и был четкий, понятный, прозрачный отчет. Вот если мы добьемся этого, тогда все сразу увидят, что будет что-то меняться. Если мы не добьемся этого, значит, и будет постоянно вот это, знаете, ковыляние такое, знаете, преподание на одну ногу. Вроде бы как все есть, и вроде все платят, но ничего не происходит. Вот надо четко требовать для того, чтобы, ребят, мы платим, а вы давайте отчитывайтесь за каждую копейку, и что происходит. На календаре сегодня 16 июля, и практически полтора месяца остается до начала нового учебного года. Посему, наверное, непраздный вопрос у нас от Валерии в группе ВКонтакте по поводу школ. Каждый год родители просят поменять окна, двери, парты, линолеум, известная всем история. Неужели бюджет не предусматривает ремонт школ? Если нет у государства средств, то зачем тогда строить объекты к 2018 году? Ну, вообще, честно говоря, я бы сказал бы так, что это вот со стороны, кто это объясняет, директора, который начинает формировать вот эти фонды, просить деньги на окна, якобы денег нет, и никто их не дает. Все абсолютно не так. У нас 921 одно учреждение в Нижегородской области, выделено около 800 миллионов рублей. На подготовку к 1 сентября 800 миллионов рублей. И я вам могу сказать, вот надо разобраться просто непосредственно с... С каждым конкретным образовательным учреждением. С каждым случаем, да, образовательным учреждением. Я считаю, что это там происходит вся ситуация, и это директор свою некомпетентность пытается компенсировать и, скажем так, ввести в заблуждение родители. Родители, я сам родитель, у меня двое детей, две девочки, поэтому могу вам сказать, я сам переживаю за такие вещи. Я считаю, что если школы государственные, то государство должно закрывать этот вопрос. Поэтому в данной ситуации вы просто нас информируете, дорогие граждане, кто слышите об этих ситуациях. Мы будем принимать меры или разбираться, что конкретно имел в виду тот или иной директор. А куда обращаться-то сразу? Да, обращайтесь на открытую линию правительства, да, если честно, на губернатора, потому что ко мне все приходят, я отвечаю в правительстве за обращения граждан, поэтому все обращения проходят через наш аппарат. Поэтому любое обращение по законодательству мы должны не оставить без ответа. Если такие сигналы есть, обращайтесь. Я ко всем призываю это, обращайтесь, будем разбираться с каждым конкретным случаем. И вы, друзья, тоже подключайтесь к нашему разговору сегодня в программе «Горячая линия» вице-губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский. Хотелось бы продолжить тему затронутую школьную, действительно, не за горами. В целом, как подготовка идет, насколько активно, есть ли какие-то, не знаю, школы, которые, ну, может, стоят где-то, да, по подготовке или нет? Вы знаете, 15 августа мы должны завершить всю работу, у нас остался месяц, все идет, я сам ездил на несколько объектов, есть передовики, как всегда, все же зависит от личности на местах. Я вам скажу, есть передовики, есть нормальные, вменяемые люди, которые с ответственностью подходят к своей работе, есть и отстающие, но на то и руководители, чтобы отстающим объяснить корректно, что 15 августа 100% школ должны быть подготовлены к 1 сентября. Поверьте мне, мы все видим, все знаем, работаем. Дмитрий Валерьевич, обычно мы сетуем поликлиники, городские, областные, в ужасном состоянии, дикие очереди, некомпетентный персонал, сегодня выбирали лучшую поликлинику Нижнего Новгорода. Вы присутствовали, да, на награждение? Нет, я еще не успел, я как раз сегодня на совещаниях сидел. 51-я поликлиника Канавинского района выбрана лучшей. Ну, очень достойная, очень достойная. Достойная? Как она выглядит, идеальная поликлиника Нижнего Новгорода? Вы знаете, во-первых, любая поликлиника начинает с регистратуры. Во-первых, это первая регистратура, это логистика внутри учреждения. Все должно быть ясно, понятно, доступно, не должны быть никаких очередей. Второй план, это, конечно, диагностика. Сегодня одна из основных проблем нашей амбулаторно-поликлинической сети – это диагностика. То есть, должны качественно врачи, терапевты, в первую очередь, осматривать, проводить диспансеризацию всех людей, которые сегодня находятся в тех участках, которых распределены и закреплены за этой поликлиники. Чтобы сегодня непосредственно сами участковые врачи, фельдшера выходили в народ, приезжали к людям, особенно те, которые находятся на домах, и сами ногами доходили до этих людей и спрашивали, что вам нужно, как вам помочь. И нуждаетесь вы в стационаре или не нуждаетесь. Вот мы два года уже ведем такую политику, что сегодня не человек должен приходить к медицине и говорить, у меня заболел, а сегодня медицина должна приходить и спрашивать, как ваше здоровье. Вот меняем сейчас формат, я вам могу сказать, мы с 1 июня запустили регистр, мало кто, может быть, граждане знают, но я вам могу сказать, сегодня каждый человек пофамильно закреплен за каждым конкретным участковым врачом. И я каждую неделю в понедельник вижу динамику, что случилось на каждом участке, какой участок попал в красную зону, где врач дошел, где врач не провел диспансеризацию, отправил ли он с первой диспансеризации на второй этап, произошло это или не произошло. И что вообще на участке произошло, там целое такое мониторирование очень серьезное. Вот я начинаю понедельник, я беру трубку, снимаю, звоню министру здравоохранения и говорю, почему участок 8 Большеболдинского случилось, госпожа Петрова или Сидорова не доработала и не сделала то-то, вы не представляете, какой эффект. Сначала было мне объяснение, что вас ввели в заблуждение, а когда поняли, что я в онлайне все вижу, вы не представляете, что начало происходить с руководителем медицинских учреждений. Все начали работать? Ну, вы знаете, мне хотелось бы, чтобы это было бы так на самом деле, конечно, но я вот был недавно в нескольких районах города, Нижнего Новгорода, на автозаводе в Ленинском, Московском, говорят, действительно стали приходить, действительно стали спрашивать, действительно стали интересоваться, я думаю, процесс пойдет. Поверьте мне, это только начало, это вот с 1 июня мы такой реестр сейчас, пациент больной мы так называем, пациент-гражданин ввели, теперь есть все по имену, поверьте мне, теперь каждый гражданин, поверьте мне, закреплен за конкретным врачом. У нас есть звонок, и, как мне подсказывает практика Слушкинс, то, что она сказала, на актуальную тему, связанную с поликлиниками. Алло, здравствуйте, как зовут вас? Здравствуйте, меня зовут Ирина. Хотелось бы как раз вот по поводу поликлиник уточнить информацию. Дело в том, что у меня брат на этой неделе, ему поставили диагноз, что-то связанное с нервными сосудами в мозге, он к неврологу обратился в 50-ю поликлинику. Ему рекомендовали в частной клинике диспансеризацию. Всю неделю он ходит к неврологу, которая сейчас перенаправила его ко второму неврологу, которому записаться практически невозможно, и не могут ему никак это все оформить. То есть анализов не хватает. То есть компетентность в данном случае врача, она как бы оставляет желать лучшего. Под сомнением, да? Под сомнением. Как вот с таким воротом? А вас как зовут, извините? Меня зовут Ирина. Ирина, очень приятно. Я так понимаю, ваш брат предписан к 50-й поликлинике, да? К 50-й, да. Давайте так, я разберусь конкретно с этой ситуацией, но вам могу сказать, к сожалению, такие сигналы есть, существуют, и, наверное, будем разбираться, что такое происходит. Ну, нужно, наверное, с каждым конкретным случаем просто выяснять. Конечно, да. Я вас могу заверить, на самом деле, что абсолютно сам не принимаю такой подход на местах, абсолютно, и надо с этим разбираться и пресекать, потому что, как я уже говорил, совершенно по-другому надо сейчас подходить и к медицинскому обслуживанию. Поэтому, Ирина... Будем разбираться. Да, будем разбираться, и я вам обещаю, что действительно 50-е, я уже взял на карандаш, поверьте мне, завтра будем разбираться, что там с неврологами происходит. Да, Ирина, попросим трубочку не вверх, чтобы можно было контактные данные взять. Предлагаю перейти к следующему телефону. Пока еще нет, да, спустя какое-то время. Хорошо, ВКонтакте есть еще один вопрос. Когда нам сделают детскую площадку в Малом Казино на улице Докучаево в Балахнинском районе? Детей очень много, играют на баллонах от колес, вместо песка можно сказать, что земля. Не хватает детской площадки. Ну, этот вопрос, конечно, вообще должен решать моментально, вот на мой взгляд, моментально должен решать глава... Балахнинского района. Даже не Балахнинского, а больше Козино и Малое Казино. Это господин Шпагин, насколько мне известно, и глава Балахнинского района, господин Глушков. Поэтому я вам честно скажу, что вообще такие вещи, относящиеся к детям, надо решать быстро. Тем более в таком густонаселенном районе, как Малое Казино. Да, Малое? Большое, по-моему, Казино. Я уже перевернула. Ну, там очень много жителей, там под 2000 практически домов, семей, и, конечно, такой населенный пункт нельзя оставлять без внимания. Надо работать. Вот сейчас, кстати, в Балахнинском районе у нас очень серьезный фестиваль электронной музыки, Alpha Future People. Уже в эти выходные. Да, в эти выходные. Начинается в пятницу, завтрашнего дня, конечно. И, естественно, было бы важно привести вообще такие вещи, потому что к нам приедут же из других городов гости, молодые ребята. Они будут смотреть, что у нас в регионе. Конечно, они приедут и посмотрят, как выглядит сегодня Большое Казино или Малое Казино, и скажут, о, ребята. И как дети играют на баллонах от колес. Ну, это неправильно. Да, есть еще один звонок. Сейчас Михаил у нас на линии. Михаил, добрый вечер. Здравствуйте. Хотел бы вдруг пора поселок Решетиха спросить. Вот смотрите, там сейчас идет переселение жильцов. Ну, то есть строится дом, убираются, так сказать, сносятся другие дома. И вот там есть два дома, которые уже переселили. Один уже снесли. И вот куча вот этого хлама лежит уже месяца три точно. Даже могу сказать, улицы Комсомольские, дом 93 и дом 94. Когда это убираться будет, администрация поселка ничего не говорит нам. Хотелось бы, чтобы вы посодействовали вас. Я однозначно посодействую Решетиховладарский район. Естественно, я так понял, что это программа переселения. Я следил за этими домами, как они возводятся. То, что там строительный мусор. Знаете, что меня больше всего коллеги испугало в этом вопросе? Говорит, нам ничего не может пояснить глава. Понимаете? Такое бывает в контакте. А скорее всего. Я такое слышу. Вот когда я такое слышу, у меня недоумение. Глава, хозяин и стоит ногами на земле, он должен знать все. Он должен знать, что происходит у него на участке, на отведенном ему. Люди же дали ему возможность, избиратели дали ему возможность знать и доверили ему принятие решений. Действовать. И когда глава отвечает таким образом, я не знаю когда, а, или он непрофессиональный, или, б, он не владеет ситуацией. Конечно, надо поправлять таких людей. Поправлять и объяснять. Вот заметьте, большое количество вопросов, которые у нас возникают в эфире, по большому счету от недоинформированности. Такие достаточно бытовые вопросы. Да, такие бытовые вещи, я тоже всегда не понимаю. Вроде такие очевидные вещи, почему. И мое общение сейчас с избирателями, с которыми я езжу по городу, общаюсь, много делается. Много делается, что тяжело пойти в коллектив и пояснить вообще позицию по школам, по детским садам, обратиться к педагогам, разобраться во врачебном коллективе. Вот я, например, три года назад, когда меня Валерий Павлович поручил возглавить социальный блок, первым делом, когда увидел, а вы помните, было реформирование здравоохранения, там непростая была ситуация. Много было разговоров. Было разговоров много. Первым делом, мы когда уже взяли команды такую, сколотили команду людей, единомышленников, которые начали ездить по коллективам, в том числе, в главе со мной, мы ездили, разбирались, скажем, в коллективе. И, по большому счёту, разъясняя позицию, мы услышали другое, а нам никто этого не говорил, а нам никто это не рассказал. Вот я призываю всех своих коллег, руководителей малых, больших казино, так назовём. Чаще общаться с жителями своих поселков. Общаться надо с жителями, разъяснять свою позицию. Я за то, чтобы разъясняли, потому что много вопросов можно снять прямо на местах. Вот, например, Комсомольск, Кольца, Решетиха. Ну что ж, тяжело было объяснить, что мусор уберём к 15-му августу или к 10-му, как только введём в эксплуатацию этот дом. Недоумение вызывает у меня такие, конечно, вещи. Давай, давайте... Хочу продолжить тему медицины, да. Давай, что-то наболело у тебя, Оксана, кажется. Да, это очень важный объект, которого, наверное, ждут нижегородцы, открытие онкополиклиники на Деловой. Единственный вот такой объект, связанный с онкологическими заболеваниями, у нас сейчас находится на краю города, в печальном, ужасном состоянии. Туда, если даже не больной приезжать не хочется, а уж больным, и подавно, наверное, не радостно. Будет ли осенью всё-таки открыта вот эта онкополиклиника? Какие процедуры могут там пройти нижегородцы? Что вообще будет на Деловой? С историей вопроса тоже в 12-й год, декабрь, когда я приехал в Симашку и увидел, как работает онкодиспансер, где-то непосредственно принимают. Конечно, я с вами согласен, это было ужасное зрелище для меня. Я потом долго просил губернатора тоже, мы привезли, я привёз, показал губернатору это место. Конечно, не буду говорить, для меня это было очень-очень тяжёлая ситуация. Я не понимал, почему мы столько времени предпринимаем усилий и не дошли, и не смогли даже обеспечить, скажем так, онкобольных всем необходимым. И, конечно, губернатор тогда очень жёстко и оперативно распорядился привести в порядок и построить диспансер. Вот мы 1 сентября его будем открывать, я надеюсь, там плюс-минус, там может быть 5 дней. Почему беру 5 дней? Во-первых, сейчас идёт пусконаладка, мы тяжёлое оборудование ставим, МРТ, КТ, компьютерный томограф. Но самое главное, что я хотел бы сказать, что мы будем 2 мамографа ставить специально для тех, для наших женщин, которые попали в непростую ситуацию, для того, чтобы выявляемость должна сегодня, на наш взгляд, в онкоболезнях, в первую очередь мы должны сразу понять, на каком этапе находится болезнь. Не доводите его до третьей, четвёртой стадии, мы должны уже на первой, второй стадии. Самое главное, вовремя диагностировать. Конечно, конечно, за счёт биопсии, аутопсии, то есть мы должны всё предпринять для того, чтобы взять каждого больного на учёт. Вот сегодня мы, вот с февраля месяца у нас начал, действительно, мы знаем теперь поимённый список всех граждан. Мы приняли исчерпывающие меры, я считаю, что медикаментозное сопровождение онкобольных в этом году непростые, как говорят, терминатам. Действительно, мы, может, сократили какие-то строительные вещи, но мы, правительство Нижегородской области, приняло волевое решение во главе с губернатором и усилило программу государственной гарантии здравоохранения на 14%, понимаете, да, в непростое время. Чтобы ни в коем случае не дать возможность людям лечиться и быть уверенным в том, что государство о них беспокоится, и действительно мы переживаем за то, что происходит сегодня в медицине. Я вам могу сказать, я каждую неделю, еженедельно, вот, смотрю БАРС, что происходит, я смотрю все системы патологии беременных, я отсматриваю с коллегами, как я уже говорил теперь, схему, перечень больной гражданин. Все, у нас сегодня вся онлайновая ситуация на руках, мы сегодня можем принимать любые оперативные решения, самое главное сегодня, чтобы наше первичное звено, конечно, выдвинулось, прям так, как можете по-военному сказать, выдвинулось к людям. Вот это сейчас добиваемся, вот, считаем, что уже прорыв в головах пройден, скажем так, провернулось уже один цикл, вот, второй квартал закончился, мы увидели динамику положительную. И когда сами врачи увидели, что могут работать по-другому, поверьте, уже совершенно по-другому стали относиться сами к себе. И у нас есть еще один звонок, алло, здравствуйте, как зовут вас и ваш вопрос? Добрый вечер, Денис, Нижний Новгород. Да, пожалуйста. Несерьезный вопрос, Дмитрий, ну, человек вы молодой, а какие клубы Нижнего Новгорода предпочитаете? Да я уже только спортивные, только спортивные я предпочитаю, вам честно скажу. Вот у меня сейчас одна мечта, хоть два раза в неделю все-таки заходить в спортивные клубы, хоть и как-то разрядку какую-то делать, спортом заниматься. Что касается электронной музыки, я бы вам рекомендовал бы на Альфа Фьючер сходить, посмотреть. Действительно, лайнап, который я увидел в этом году на Альфа Фьючер, наверное, мог бы позавидовать. Любой мировой вообще фестиваль, который сегодня существует, конечно, надо отдать должное Альфу Банку и лично Михаилу Маратовичу Фридману за то, что он в непростые годы выделил. Позволяет себе делать такие мероприятия. Да, такие мероприятия, фестивали. А вы знаете, родилась у него идея, почему? Он был в Лондоне и увидел фестиваль электронной музыки, и ему кто-то из партнеров говорит, ну что, вот Лондон, это да, Россия, ну не может. Он тогда сказал, да что вы, говорит, я сделаю такой фестиваль, который будут приезжать все и удивляться, как россияне могут такое организовать. Вот второй год, в прошлом году уже многие поменяли мнение, а вот сейчас, я вот, честно говоря, знаю немножко лайнап, я знаю, какие диджей приезжают, конечно, это будет грандиозно. И все-таки по спортивным клубам, только давайте не там, куда бы вы пошли в тренажерный зал, а по спортивным клубам БКНН, футбольный клуб «Волга», «Торпеда». Что у нас происходит вот с этими клубами? «Волга» нас порадовала вчера очередной победой. Есть ли будущее у «Волги»? Ну, я могу сказать, кто пришел на стадион, а вот вчера был первый матч, и вы знаете, пришли около 3,5 тысячи зрителей. С одной стороны, я рад, что пришло 3,5 тысячи, с другой, я огорчился, потому что такая великолепная игра. Я думаю, гол, который вчера забил Леандро с 50 метров войдет в аналоги, наверное, этого чемпионата в этого года. Я уже смотрю тоже интернет, я смотрю уже все, невозможно. Такой гол, который вчера забил Леандро, забивал только Бэхом, по-моему, в какие-то лучшие свои годы. Я думаю, что потихонечку сейчас раскручиваются, к концу недели сейчас пройдут туры, и, наверное, там налайкают или там найсмайлят еще очень-очень сильно. Поэтому у этого гола и у этого матча хорошее будущее, с точки зрения подписчиков. А что касается, вот кто был вчера, кто видел, кто, наверное, следит, поверьте, вот вчера мы остались после игры, все специалисты сказали, но совершенно по-другому выглядит команда. Это уже совершенно другой коллектив, другого уровня, другой взаимовыручки, совершенно другая игра. Вчера ударились 20 раз в сторону ворот, там попали 8 в створ, но в том числе там. Да, были опасные моменты у нас, это же игра, да, были ошибки там какие-то. Да, ребята еще, может быть, еще не до конца сыграли, но только прошло два тура. Есть потенциал у команды, и самое главное, что она играет в футбол, играет. И вот каждую минуту ты сидишь, переживаешь, то ли что-то сейчас произойдет на поле с точки зрения создания комбинации. Что касается других клубов, конечно, БКНН, мы в Кубке Европе, сейчас жеребевка прошла, попали на сильнейшую группу. Я там уже всех не знаю, ХПЛ, Галатасаре, по-моему, у нас в группе, ну, серьезные команды, тоже побьемся. Подписали хороших игроков, очень интересная тоже команда, сделали вывод из предыдущего года. Конечно, первое, что почувствовали, тяжело играть на два турнира Евролигу, тяжелейший турнир, и, конечно, ВТБ. И это чувствуется, что короткая скамейка не дала нам возможность, может быть, там получше выставить Евролигу, и хотя были предпосылки для того, чтобы захватить и Реал Мадрид. Потому что у нас с Сергеем Пановым, пять лет назад, когда мы создавали БКНН, у нас была мечта, и все над нами смеялись. Когда мы говорили, вот приедет Реал Мадрид или Барселона в Нижний Новгород и будет играть, все говорили, ну, ребят, вы немножко, как вот сказать... Переоценивайте. Ну, это мягко сказать, да, да, меня все слушатели поняли. И когда мы сейчас говорим про чемпионат мира в 2018 году, все говорят, да нет, не будет, поверьте мне, все же случилось, и уже все случилось, и очень-очень здорово. Поверьте, просто уже... еще никто этого не видел, а уже в головах профессионалов картинка тоже сложилась. Час для общения с замгубернатора Дмитрием Сватковским. У нас в эфире ННРадио крайне мало, но все-таки он подходит к своему завершению. Поэтому, Дмитрий Валерьевич, а будет возможность, обязательно заходите к нам в Домрадио, будем рады вас видеть и будем рады пообщаться в эфире снова. Приглашайте, у вас всегда интересный эфир, мне очень нравятся что-то такие прямые, лобовые вопросы. И это, вы знаете, сразу как-то чувство, что то, что тебя беспокоит, беспокоит и окружающих. То есть я понимаю, что я не зря хожу хоть на работу и занимаюсь теми же вопросами, которые мне и задают. Поэтому спасибо вам за такой хороший эфир, спасибо всеслушателям, что это был, может быть, скучный, конечно, чиновничий эфир. Но я надеюсь, что на многие вопросы я дал ответ, а, может быть, и мои коллеги, если что. Всем спасибо. Хорошего вечера. Оставайтесь на Волне ННРадио, буквально через пару мгновений информация с дороги города.